Письма Урусовой Письма Урусовой Письма Урусовой Письма Урусовой После ареста матери, оставшемся в Москве в доме отца князя Петра Семеновича Урусова, одно к неизвестному, неназванному по имени рабу Христову и также связано с ее детьми. Все письма представляют собой как бы один продолжающийся текст. Все они развивают одни и те же темы — осознание пожизненной разлуки с детьми, тревога за их судьбу, наставление им в выборе правильной жизненной позиции. Письма пронизывает безмерная материнская тоска и одновременно твердая материнская воля, долженствующая направить детей по пути спасения. Письма Урусовой — значительный и своеобразный памятник эпистолярной культуры XVII века. Написанные в условиях тюремного заключения, они создавали иллюзию живой, непосредственной беседы матери с детьми. Отсюда насыщенность писем восклицаниями, обращениями, междометиями. Аввакум метко назвал письма Урусовой о детях, которые она прислала к нему в Пустозерск, оханьем. Однако эта разговорность, письма Урусовой, совсем не означает, что они свободны от литературной формы. Скорбная лирика материнского чувства, варьирующая одни и те же темы и мысли, находила твердую опору в жанрово-определенных формах устно-поэтической речи, в плаче и причитании, в дидактических установках. Реализовалось в использовании стилистических принципов жанра поучения, отсюда в письмах цепи глагольных императивов, несущих бескомпромиссные подчас указания. А будя возлюбишь ты нынешнюю новую веру, и ты скоро умрешь, и меня не нарекаешь себе матерью. Письма Урусовой были найдены только в 1916 году среди документов Петровского преображенского приказа в деле, предположительно являющемся частью дела Ивана Циклера, казненного в 1697 году за участие в заговоре на жизнь Петра I. В заговоре принимал участие брат Урусовой и Морозовой Алексей Соковнин, он также был казнен. Из его бумаг эти письма, по-видимому, и были изъяты и переписаны еще раз для нужд сыска. В деле сохранились и подлинники писем, и их копии XVII века. По предположению Высоцкого, нашедшего и опубликовавшего письма «Смотри, Высоцкий, переписка княгини Урусовой и своими детьми, старина и новизна, том 20, Петроград, 1916 год», они были написаны Урусовой в Боровске. Однако отсутствие в текстах каких бы то ни было упоминаний о других боровских узницах позволяет предположить, что грамотки детям писались у Русовой ранее, досылки в Боровск, до лета-осени 1673 года. И, вероятно, до пыток в феврале-марте 1673 года, но уже после получения известия о смерти Ивана Глебовича Морозова весной 1672 года. Таким образом, письма могут быть датированы временем с лета 1672 года по январь-февраль 1673 года, когда Урусова находилась с ноября 1671 года в одиночном заключении под крепким караулом в Московском Алексеевском монастыре на Чертолье. Письма печатаются после сверки по подлинникам, Центральный государственный архив древних актов, разрядный приказ. Сыну Васеньке Возраст сына Урусовой неизвестен, но, видимо, он выходил в это время из отрочества, был чуть моложе своего двоюродного брата Морозова, который родился в 1650 году. Известно, что в 1676 году Василий Урусов числился комнатным стольником во дворце. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, свету моему любезному, другу моему сердечному, утробе моей, возлюбленной Васеньке, мир тебе, свет мой и благословение мое. Ох, возлюбленный мой, как не вижу предочима своими тебя, как не обымаю руками своими тебя, как не целую своими устнама тебя любезного. Ох, мой любезный Васенька, не видишь ты моего лица плачевного и не слышишь моего рыдания слезного, не слышишь, как рыдает сердце мое о тебе, а душа моя о тебе сокрушается. Ох, мой любезный друг, не слышу твоего глаза любезного, ох, возлюбленный мой, промолви ко мне, хотя един глагол, утеши печаль мою, обвесели сердце мое сокрушенное, ох, мой ненаглядный, ненасмотренный, не могла грешница своима очима на тебя насмотреться. Ох, утроба моя возлюбленная, промолви ко мне про сиротство свое, к кому преклоните тебе голову свою сирую, кто попечется о тебе, или кто о тебе сиром поболезнует, кто презрит на сиротство твое, или кто утешит тебя, сирога, кто тебя, сирога, примолоть словом ласковым. Ох, кто таков сир на земли, что ты, мой возлюбленный! Ох, любезный мой друг Васенька, или ты забыл меня, или я тебе на ум не взойду, или забыл любовь и ласку мою, или забыл ты слезы мои и рыдания мои, как я рыдала по тебе, как видел тебя на смертном одре, не дала я покоя очима своему день и ночь, и держала тебя своего друга на руках своих, и омывала слезами тебя, и сокрушила свое сердце по тебе. Отчаяла грешница, что ты будешь утехать души моей и радость, и сердцу моему. И я ныне молю тебя, любезный мой Васенька, и прошу со слезами и рыданием. Утешь ты меня, любезный мой, обрадуй ты душу мою и свою душу помилуй вовеки. Поживи ты угодно Христу, стой в вере истинной, старой, а к новому не прикасайся, не погуби душу свою и берегись от нового, и пенья нового не слушай, и крестися по старому истинным крестом. Как при мне крестился, любезный мой, так и ныне крестись. Люби ты веру старую, утешь ты меня, любезный мой, ведаешь, как ты утешал и все ты любил по старому. Ох, возлюбленный мой, буди ты со Христом да со мною во единой вере истинной. И я молю тебя, радость моя Васенька, буди ты, что погрешил, и ты кайся, свет, ко Христу. Он свет простит тебя и помилует, а с сего часу поживи, друг мой, угодно Христу, люби веру истинную, старую, и буди ты, любезный мой, возлюбишь веру истинную, старую, а от нового, от всего станешь беречься, и ты будешь от Бога вечно помилован, и будешь долголетен на земли, и мое благословение будет на тебе. А будя грех ради моих, возлюбишь ты нынешнюю новую веру, и ты скоро умрешь, и там останешься в будущем мучиться, и меня не нарекаешь себе матерью. Уж я не мать тебе, буди ты возлюбишь нынешнюю новую. И, но, любезный мой, сохрани тебя, Христос, от того, что тебе любит нынешнее. Сохрани тебя, небесный царь, радость моя, Васенька, будет и утроба моя, возлюбленная, будет и радость душе моей. Храни ты то, о чем я у тебя теперь молю, и вовеки не позабуде прошения моего и моления, помилуй душу свою, и чтобы мне про тебя услышать и возрадоваться. Не опечаль ты душу мою вовеки, а свою душу вовеки не погуби. Да молю у тебя, любезный мой, Васенька, будет и ласковь к сестрам, и утешай их, и слушай во всем их, что они станут тебе говорить. И ты слушай во всем их, любезный мой, и не печаль их, и не досаждай им, буди ласковь к ним. Только ведь у них, у сирых и радости, что ты един, ты у тех и радости, а тебе, сирому, только же радости и у техи, что они у тебя, только у тебя и сердешных приятелей, что они, а у них ты един же, приятель сердешный. Поживите, светы мои, в любви, и друг на друга не наглядитесь, а ты их слушай, любезный мой, Васенька, утеши ты меня, возлюбленный мой. Да еще у тебя прошу, любезный мой, не презри ты моего моления, не пей ты вина, не опечаль ты душу мою, не пей вина, и ничего хмельного не пей, любезный мой. Помни, свет, кто вино пьет, тот не наследит царствия небесного, пьяницам мука сотворена. Да еще, молю, возлюбленный мой, не резвись и имей чистоту душевную и телесную. Ведай, мой свет, блудники, и в огне вечно мучатся, и нет отрады им. И ты берегися, любезный мой, от той погибели, чтобы тебя не мучатся, и буди, мой свет, кроток и смирен. Прости же, любезный мой, прости же, мой радостный, прости же, возлюбленный мой, и не позабуди ты прошения моего. Все сия слова мои напиши в сердце своем, помни во веки приказ мой, не приступи прошения моего. Да обрадуй меня, Васенька, отпиши ко мне, как ты живешь. Утеши ты меня, любезный мой, буди на тебе, Божия милость. Дочерям Евдокии и Настасье Первое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Возлюбленным моим сердешным Евдокии Настасьи О судьбе обеих дочерей Урусовой мало что известно, но, по-видимому, они крепко усвоили материнские заветы. Протопоп Аввакум в одном из посланий 1680 или 1881 года вспоминает о письмах Урусовой к нему, в которых она горько сокрушалась о детях, и с нежностью пишет о ее дочерях, поддерживая намерение юной Анастасии выйти замуж за великого и честного жениха и сравнивая ее с Юдифью. Смотри послание Сергию. Не подивите, что мало пишу к вам. Осев вскоре лучилася, не коли было хорошо написать, спешила. Молитесь сердечно и часто, спасайтесь о Христе, за нас молитесь, опоминайте родителей, Бориса, Иванушка и Прокопия, Анисию и всех, говорите кануны. Пожалуй, любезные мои, не ленитесь кануны говорить. Второе. Ох, святые мои, любезные мои, сокрушается мое сердце по вас, и утроба моя распаляется, видячи сиротство ваше и слышачи печаль вашу и сокрушение. Ох, святые мои, кто таков сир на земли, или кому такое живое разлучение? Ох, мои возлюбленные, кто утешит печаль и скорбь вашу, или кто попечет с вами и посетует о вас? Да слышала я, святые мои, что вы и от брата оскорблены, и от отца неутешены. От брата, брат Васенька Урусов И я о том сокрушаюсь и грех ради моих. Таков ваш брат родился. Сокрушил он сердце мое, и повредил он утробу мою грешную. О, святые мои, любезные, радость вы, душе моей, о, святые мои, две ластовицы златокрылые, о, мои святые возлюбленные, две горлицы пустынные, ох, святые мои, любезные две сироты бесприютные, не имеет к кому преклонить и голову свою сирую. Только у меня у грешницы на земле и радости, что вы, две любезные мои, носила вас светов своих во утробе своей и радовалась. И родила вас светов своих, забыла болезнь свою матерню, возрадовалась вашему рождению. Глаза мои грешные на вас не нагляделися, и сердце мое вами не нарадовалось. Ох, святые мои, любезные, вы радость душе, и вы отрады сердцу моему сокрушенному. Да молю и прошу у вас, святые мои, со слезами и с рыданием, утешьте вы меня вечную радостью, святые мои, чтобы мне, грешницы, в будущем вами возрадоваться, и чтобы мне узрить вас, одесную света Христа, невозреченной радостью. Светы мои, здешняя честь и радость маловременна, аки в гостях гостим, а тамошняя радость, неизглагованная, око, не видя, ни уха, слыша, и на сердце человеку не взыде, кто угодит Христу и кто в истинной вере скончается. Светы мои, любезные, как вы крестились в истинной вере, и до конца пребудьте в ней, спасетесь, не применяйте ни единые черты. Утешьте меня, святые мои, радость моя душевная вы будете. Да прошу у вас, любезные мои, утешьте печаль мою, обрадуйте сердце мое сокрушенное, отпишите ко мне про все житье свое, не обленитесь, но утешьте вы меня. Маленько пишите ко мне, отпишите ко мне, святые мои, каков отец до вас, да брат, каков ныне до вас, про все печали свое, отпишите ко мне, каково вам жить без меня и что делается над вами, любезными. Да еще вам, свет мои, приказываю и со слезами молю, будьте вы к Ивановне ласковы и со слезами просите у нее, чтобы она вас не покинула. И слушайте ее и вменяйте Ивановну вместо меня, ничем со мною не разните, так уже она болит сердцем о вас, что и я болю, и я вручила вас Христу, да и ей, вместо себя вручила я вас Ивановне, слушайте во всем ее. Вероятно, имеется в виду Ксения Ивановна, бывшая ранее служанкой в доме Морозовой. Да прошу, святые мои, у вас, поживите угодно Христу, чтите Слово Божие, и коли вам приидет печаль, и вы прибегнете со слезами ко Христу, не ленитесь, святые мои, часто Богу со слезами молитесь. Да и еще, святые мои, прошу вас, давайте, святые Христа ради милостыню, как вас наставит Бог, давайте, святые милостыну Христа ради. Простите же, мои святые любезные, простите. Третье Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй нас, светом моим любезным, светом моим ненаглядным, мир вам, светом моим и благословение мое. Ох, святые мои, как вас нареку или как вас назову? Горлицы мои, святые, пустынная, ластовица злотокрылая, святые мои ненасмотренные, радость вы, душе моей, утеховый сердцу моему сокрушенному. Светы мои, утешьте вы вечно душу мою, чтобы мне вами в будущем возрадоваться. Ох, святые мои, будьте вы мне матери, словно матушки. Обрадуйте, святые мои, меня и свою душу помилуйте. Храните, святые мои, веру христианскую и поживите угодно Христу. Молитесь, святые мои, не ленитесь, прибегайте к Нему, свету, и просите у Него милости. Он свет вам, отец и мать, он свет вам, сиром утешения. Светы мои, как вам приедет печаль, и вы плачьте перед Творцом своим. Велика помощь слезы душе. Ох, святые мои, молю вас, молитесь, святые мои, хотя ночью по лесенке кладите. По четкам поклоны кладите. Ношная молитва велика. Речь идет о числе поклонов во время ночной молитвы, что значит по количеству четок на одной лествице, лесенке. Светы мои, живите любовно между себя, и брата святы берегите, и утверждайте его, и говорите, чтобы он берегся от нынешней погибели. Да чтите, святые мои, слово Божие. Светы мои, просите вы книги у Отца, да спрячьте у себя их. Я вас благословляю ими. Всего дороже книги старые, ныне не добьешься таких. Да послал я к вам светом своим любезным, и благословляю вас книгою цветничком. И вы, святы мои, чтите ее, не ленитесь. Цветниками в Древней Руси назывались разнообразные по составу литературные сборники, предназначенные для домашнего или келейного чтения. Утешьте вы, святы мои, меня и свою душу помилуйте. Почтитесь, а святы со Христом быть. Светы мои, любезные, послала вам по лесенке, имена ваши подписаны на лесенках. Светы мои, молитесь по них, не ленитесь. Свет моя, любезная, дорогая именинница Настасьюшка, спасай душу в Новый год и поживи свет угодно Христу, и стой крепко в вере христианской до конца своего. Матери мои, утешьте меня вечную радостью, святы мои, давайте милостыню. Да отпишите, святы мои, ко мне про все, что у вас делается. Утешьте вы печаль мою. Отпишите ко мне про житье свое и говорите, святы, отцу, что он забыл меня. Да не постави ему, Господи, во грех моих ради грехов, что забыл меня вовсе. Да будет воля Творца моего. Он свет надежды и радость моя, он свет един у меня, он свет питает меня, сиру, и всем утешает. Кто таков сир на земли, что я сира? Да вы мои, святы, возлюбленные сиры, мои святы, пачи всех. Да отпишите, святы мои, про отца, что отец говорит про меня. Все отпишите ко мне, святы мои любезные. Говорите отцу и плачьте перед ним, чтобы не женился, чтобы не погубил вас. Теперь это, святы, и плачьте перед отцом, покуда не женился. А как женится, так не пособить, лишь и вечно станете плакать. Теперь, святы, у него плачьте. Князь Урусов женился второй раз после развода с Урусовой в начале 1673 года. Эта фраза подтверждает датировку писем Урусовой 1672 года до начала 1673 года. Допоминайте, святы мои, родителей. Говорите кануны по умерших, по дедушках и по бабушках, и по отце своим крестным, и по Иване, и по сестрам говорите. Да слышал я, святы мои, что Анна отдавела. И как она приедет к Москве, и вы, святы мои любезные, Будьте до нее ласковы и любите ее, что душу свою, доброхот она вам. Во всем нет у вас такого доброхота, что она, вместо родителя вам, любезные мои. Во всем мое прошение исправьте, попекитеся о душах своих, обрадуйте меня. Ох, святы мои возлюбленные, только у меня у грешницы на земле и радости, что вы, мои святы любезные, сокрушаюся о вас, и вами же радуюсь. Простите же, мои святы любезные, простите же, мои святы возлюбленные, лобызаю вас, светов своих прелюбезных и возлюбленных. Ох, мои святы, утроба моя возлюбленная, будьте вы, моя утроба превозлюбленная, храните вы крепко веру христианскую и молитесь часто, святы мои. Простите же, любезные мои, будьте на вас милость Божия и мое благословение на вас. Спаси вас, Христос, святы мои, что прислали ко мне холстину до ниточки, дошло до меня. Да и впредь, святы мои, и не презрите меня, что вам Бог возвестит, исправьте нужду мою, не покиньте меня, утроба вы моя возлюбленная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Свет мой сердечный, спасай душу в Новый год. Ох, свет, дорогой именинник, тошнехонько, не вижу тебя, свет, и не слышу о житии твоем. Хочется все ведать, да далеко спрашивать, мой свет, как ты, свет, родился, какого светова память была. Почитай день той, так о восьмой день дано, потом сметишь. Прости же, мой свет, любезный, много было говорить, да негде тебя взять. Ну, мой свет не оставит тебя Бог, даст крепость. Только ты, мой свет, почти ся. Отпиши, любезный наш, ко мне, для чего Ивановна ничего ко мне про детей не пишет, что они с нею говорили, какую речь про меня и каковы они, печалятся ли о мне и что с нею говорили. Ничего о том ко мне, ничего не писала, и я о том опечалилась зелно, и мне надобны речи те их, будто бы с ними поговорила, как бы услышала слова их. И ты, любезный мой, про все ко мне отпиши, будет и что услышала у Ивановны, что с нею дети говорили, какие речи, и про все, любезный, напиши ко мне. Да молю у тебя, любезный мой, сотвори мне любовь Христа ради, сам будешь помилован от Христа. Со слезами проси у Ивановны, чтобы она детей моих не покинула, всячески бы попрося милости у Христа, да посылала бы к ним Анну, да и сама бы ходила, буди возможно, хотя изредка. Да кучай, раб Христов, и попекися ты душами сирами, сам от Бога будешь помилован. Посланы к тебе четыре памятцы, три тебе, а четвертая другу нашему любезному, Агафьюшке здешной. Прочти ты ей, да издери и не держи, страшно держать.